Исполнительный директор некоммерческой организации Гражданская инициатива против экопреступности Дмитрий Шевченко ответил на вопросы корреспондента Кавказского узла, действительно ли тяжелые металлы накапливаются только в оболочке риса, а не в зерне, и что будет, если все-таки в организм человека и животных попадут тяжелые металлы. Утверждение, что тяжелые металлы концентрируются только в каких-то определенных местах частей растений, ложно. Растение – это единый организм. Зародыш будущего растения полностью включен в обменные процессы родительского растения, обратное противоречит биологическим закономерностям. Утверждение, что там само зерно действительно чистое, что туда ничего не попадает – это ложь. Зерно является накопителем питательных и всех иных элементов, поступающих из почв и воды. Зародыш будущего растения призван обеспечить рост зерна и поэтому на момент роста зародыш впитывает в себя все. Все эти утверждения про заражение только оболочки, а не зерна риса – ерунда полная. И еще, если в собранном рисе обнаружены тяжелые металлы, то, следовательно, в соломе они тоже есть. Если сжигать такую солому, то опасность отравления тяжелыми металлами возрастает в разы, так как продукты горения распространяются везде и на поле, и на жилые кварталы, через воздух, воду и почвы. Горение тяжелых металлов – это даже еще опаснее, чем есть такой рис на самом деле. Ну а по поводу влияния тяжелых металлов – опасно потому, что может вызывать онкологические заболевания, поражение внутренних тканей, органов человека тяжелыми металлами. Они имеют тенденцию накапливаться, а некоторые вещества, особенно, к примеру, свинец, легко накапливаясь, он достаточно тяжело выводится из организма, поэтому поражает кости. Сказал эколог. Эколог, член организации «Зеленый Сочи» Алла Юсупова полностью согласна с тем, что невозможно заражение только оболочке. Такое невозможно. Оболочка и зерно – это одно целое. Даже если согласиться с недостоверным доводом о том, что якобы заражена только оболочка, то оболочка поступает в корм животным в виде комбикорма, и эти металлы заражают еще и животных, а через них по пищевой цепочке нас, потребителей мясной и молочной продукции. Сказала она корреспонденту Кавказского узла.